Добрый день, с вами канал Простые Решения, среда программирования Кумир, исполнитель робот, урок номер 2, циклы. Итак, что же такое циклы? Циклы это многократное выполнение каких-то одинаковых действий. Разделяя циклы на циклы с известным количеством шагов и циклы с неизвестным количеством шагов, то есть циклы с условиями. Сделаю небольшой пример, что такое циклы с известным количеством шагов. Допустим, у меня есть пила, и мне нужно сделать 5 раз движение вперед-назад. То есть я знаю, сколько раз мне нужно сделать вот эти вот пропилы. Что такое цикл с неизвестным количеством шагов? Мне нужно пилить, то есть делать движение пилой до того момента, пока я полностью не отпилю какую-то ветку или какое-то бревно. То есть я не знаю, сколько я этих действий сделаю, но вот условие, когда я закончу сделать, будет то, что у меня бревно будет отпилено. Давайте посмотрим циклы на следующие задачи. Итак, наша задача закрасить 6 клеток подряд. Особенность этой задачи в том, что нам нужно выполнять одинаковые действия несколько раз, в данном случае 6 раз. Вопрос следующий. Можно ли решить данную задачу известными нам способами? Ну, конечно, мы можем 6 раз написать, вправо закрасить, вправо закрасить, вправо закрасить. Да, и как бы мы эту задачу решим. Тогда для чего же нам циклы? Ну, цикл нам облегчает задачу, когда у нас есть многократное выполнение чего-то. Если бы нам нужно было не 6 клеток закрасить, а 1000 или миллион, мне бы пришлось вот эти вот действия все прописывать. И чтобы вот это вот большое количество действий не прописывать, как раз таки придумали циклы. Итак, давайте вот посмотрим на нашу задачу. Как я и говорил, нам нужно закрасить 6 клеток подряд и вернуться на базу. Итак, то есть все действия выполняются несколько раз. То есть действия вправо закрасить. То есть мы вправо будем шагать и закрашивать, вправо и закрашивать, вправо и закрашивать. То есть эти действия, они будут повторяться несколько раз. Сколько же будут повторяться? Раз, два, три, четыре, пять и шесть. То есть я напишу начало цикла NC 6 раз, да, и это конец цикла. И то, что у меня будет внутри вот здесь вот записано, это будет называться тело циклом. И именно эти действия у меня и будут повторяться вот это вот количество раз. Еще раз, то есть конструкция выглядит следующим образом. Начало цикла, дальше идет сколько раз я выполнять буду действия. И идет в конце конец цикла. И то, что я напишу вот между ними, у меня как раз таки будет выполняться вот это количество раз. Ну и раз я это сделал вправо закрасить, я останавливаюсь вот в этой клетке. И чтобы мне прийти на базу, я просто в конце сделаю один шаг вправо. В результате я могу сказать, что я заменяю вот эту вот всю конструкцию, да, NC 6 раз, вправо закрасить, на вот эту. То есть я мог написать просто вот так вот, но я все это дело сокращаю и пишу вот таким вот образом. Вообще, вот разницы в работе робота между вот этой программой и вот этой ее не будет. Но смотрите, вот эта запись будет гораздо короче, чем вот эта. Какая же блок схема нашей программы? Идет начало и у нас идет вопрос. Сделали ли мы 6 раз? В данном случае мы еще ни разу не делали, мы 0 раз сделали, да. Если нет, то мы делаем вправо закрасить и опять возвращаемся на этот же шаг. И опять нас спрашивали, сделали ли мы 6 раз? Если не сделали, то опять делаем вправо закрасить. И таким образом мы делаем 6 раз. И когда мы приходим на этот блок и нас спрашивают, сделали ли мы 6 раз? Мы уже отвечаем здесь да и у нас выходит из цикла. То есть цикл заканчивается и дальше идет. И так дальше, как всегда, загружаем курс. Практикум.курс, не создаем тетрадь. Мы сегодня работаем с темой циклы n раз. Давайте посмотрим пример. Вот как раз наш пример, где нужно нам 6 раз пройти и эти все клеточки закрасить. Давайте запустим, посмотрим, что все это выполняется. Можно также сразу проверить. Ну а домашняя задача, это будет задача номер 1 и задача номер 2. А если это видео вам понравилось, ставь лайк и подписывайся на канал Простые Решения.